Всем привет дорогие друзья, с вами снова Ягрид и я вас приветствую в замечательном мире фактов о Майнкрафте. Сегодня мы рассмотрим факты и некоторые баги Майнкрафта и проверим их на Бедрок Эдишн. Кто не знает, это обычная мобильная или консольная версия игры. Садитесь поудобнее и мы начинаем. Поехали! Первый факт гласит, что если на Бедрок Эдишн заряженный молнией Крипер убьет Зимогора, тут он кстати называется Бродягой, то выпадает голова Визор Скелета. Зная этот факт, не обязательно ходить в ад. Чтобы собрать достаточное количество черепов для создания иссушителя. Правда за песком душ вам все же придется сходить. Я решил протестировать это на компьютере и как оказалось голова с Зимогора вообще не падает. Надеюсь когда-нибудь разработчики задумаются о добавлении большей разновидности голов. Потому что сейчас их ничтожно мало. Переходим дальше. Следующий факт является больше пасхалкой, у которого есть даже своя история. Как-то давно у дочери одного из разработчиков сбежал кролик по имени Тоаст. Они его искали, но в итоге так и не нашли. А в Майнкрафт была добавлена новая текстура для кролика. Которую можно получить только если переименовать его биркой в настоящее имя сбежавшего питомца. Так вот это осталось до сих пор в Джава Эдишн по самую актуальную стабильную версию 1.14.3. Но в Бодрок Эдишн этого нету и я больше чем уверен, что про это просто забыли и не добавили. От этого становится даже немного грустно. Третьим в нашем топе будет баг, который можно обнаружить только при ломании ступенек на Бодрок Эдишн. Если зажать левую кнопку мыши и ломать ступеньки из абсолютно любого материала, то верхняя часть ступенек будет автоматически темнеть. Это работает по самой актуальной и новой версии на телефонах и на консолях. Обнаружил я это сам, когда просто выживал. На Джаве, то бишь компьютерной версии, все нормально и работает правильно. Так что надеемся, что разработчики увидят это и поскорее исправят визуальный баг. Следующий факт заключается в том, что в отличие от Джавы, где костер можно потушить только водой или пузырьком воды, на Бодрок Эдишн костер можно загасить, просто нажав на нее лопатой. При этом лопата, какой бы она ни была, не теряет прочности. А у костра просто убирается текстура горящего огня. На компьютере этого нет, но я думаю, было бы неплохо, чтобы такую функцию все же добавили. Далее у нас идет огромный факт про котлы. Всем уже известно, что в компьютерной версии они просто бесполезны и используются как декор. Но на телефонах в них можно перекрашивать воду. Потом в ней же можно менять цвет кожаной брони. А если не понравится, то смыть обычной водой в том же самом котле. Помимо всего, если сравнивать воду на двух версиях Майнкрафта, то на Бодрок Эдишн она всегда прозрачно-болотного цвета. Вне зависимости от биома. На Джаве она меняется. В болоте она более мутная, на равнине светло-голубая. Еще отличительной особенностью Бодрока является возможность наливать лаву в котел. Если попробовать в ней сгореть, то можно заметить, как лава наносит меньше урона, чем если бы просто разлитая на земле. Я особо не разбираюсь в сортах лавы, но почему в ней вообще есть различия? Ну ладно, остается сказать, что в котлы также можно выливать зелья, которые выглядят в них очень красиво. Но могу заметить одну вещь. Хотелось бы, чтобы зелье моментального вреда наносило урон, если залезть наполненный им котел. Еще один интересный факт, который относится только к визуальным. На телефонах, если попробовать бросить какой-либо предмет, то проиграется анимация бросания, у игрока движется активная рука. На Джаве данной особенности нет. Еще можно заметить, как игрок намеренно выбрасывает вещи при смерти. И только потом появляется экран, в котором нам дают выбор, возродиться или выйти в главное меню. Ну что ж, переходим дальше. Эффект подсвечивания в Майнкрафте можно получить двумя способами. Через команды и выстрел спектральной стрелы. Но не все знают, что если попасть такой стрелой в Крипера, а потом намеренно его поджечь, то после взрыва остается облако спектрального зелья, которого просто нет в игре. Все рядом находящиеся мобы получают этот эффект на небольшое количество времени. Решил, значит, я проверить это на Бедрок Эдишн, и в итоге я понял, что такой стрелы там просто нет. Такого я уж точно не ожидал. Ну и последний факт будет про кроликов, и про то, как они любят поесть морковь у вас с грядки. На компьютерах они едят довольно часто, но по одной. При этом не полностью уничтожают продукт. Они много возвращают его назад на один уровень в росте. Допустим, морковь у вас выросла до максимально допустимого значения. После кролика оно уменьшается на одно, и через некоторое время вновь вырастает. На телефонах они едят больше, съедая морковь до состояния семян. Конечно, она тоже вырастет, но и времени для этого потребуется больше. И теперь можно сделать вывод, что на Бедрок Эдишн кролики официально голоднее, чем на компьютерах. А на этом факты себя исчерпали, и ролик подошел к концу. Обязательно пишите в комментариях, что вы узнали из этого выпуска. И не забывайте оценивать этот ролик лайком и подписываться на канал, ведь тут много интересного про Майнкрафт. И на этом я прощаюсь. С вами был Грид. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok